Что можно сказать? Что за 7 месяцев до 2017 года в производстве южненского отделения полиции было 212 уголовных производств. В течение года было совершено на территории южной 17 уголовных производств ранее судимых сотрудников и людьми, которые были в последующем раскрыты направлены на суд. Кроме того, была раскрыта одна группа, преступная группа, совершавшая краж на территории города Южного. Данная группа состояла из жителей города Киева. На сегодняшний день они находятся в страже и готовятся уголовные производства на направление суд. Кроме того, ведется работа по раскрытию преступлений, совершенными людьми, совершивших данное преступление в состоянии алкогольного опьянения. Также эти уголовные преступления были раскрыты. Уголовные производства направлены на суд для рассмотрения. Хочу сказать, что в действительности есть проблематика, связанная с обвлечением преступности на территории города. Но это проблематика, связанная не только в городе Южном. Это имеет вот такая ситуация, например, во всей Одесской области. Это и в Украине. Это связано, прежде всего, с экономическим состоянием, именно безработица у нас в Украине. И связано это с тем, что отсутствуют достаточные кадры в органах полиции. На сегодняшний день уже объявлен конкурс набора. Насколько я знаю, что около 20 человек написало всего по Коминтеровскому району. Из них 10 написало в городе Южное, хотя изъявили желание работать в органах полиции. Сейчас с ними проводится последний этап набора, после чего мы будем надеяться, что данные люди начнут работать в городе Южном, в том числе и в полиции. По поводу летнего сезона. Летний сезон прошел, я считаю, что он надлежащим образом. Мы предотвратили возможность совершения многих преступлений. Летом тем более раскрыта данная преступная группа. Если не ошибаюсь, был месяц, два тому назад, были задержаны двое человек. Сотрудник из городского совета подходил к нам. Спрашивал, в данный момент мы отправили этот обвинитель на суд. В принципе, все. Вопросы. А какая часть импадка кадров при полиции Южного? Именно в Южном. Где-то нехватка, на самом деле, ошокирующая. 40% личного состава отсутствует. Ну, не то, что отсутствует, а это вакансии, которые мы надеемся заполнить до конца года, хотя бы половину. Но, тем не менее, эта ситуация не зависит от нас. Мы не набираем кадры. Набирают кадры Главное управление полиции, которое, в принципе, их распределяет уже по местам. Насколько вы меня информировали, что штатное расписание, у них 63-64 человека, если мне поступить, то есть 30 человек. Это половина сегодня отсутствует. Вы скажите, пожалуйста, а когда будет начальник полиции? Дмитрий Николаевич. Я не назначаю начальника. Начальник назначается Главным управлением полиции и кадровая политика, опять же, это Главное управление полиции. Скажем так, я к нему никакого отношения не имею. Мне так же, как и вам обещают каждый месяц, что вот-вот будет назначен начальник, но, тем не менее, пока отсутствует. Вы, наверное, со мной согласитесь, все депутаты со мной согласятся в том, что еще никогда за все отсуществование города Южного не было. Начальника, а в целом отношения, и отношения по работам нету. Нету ни участкового, ни начальника, ни ГАИ, ничего не было. Просто, вот это мой вывод. А у нас было 50 тысяч отдыхающих. 50 тысяч. И мы своими силами, своими силами, скажем, своими силами наводили порядки. Мы заключали договор и с структурами, которые... Охранными разными агентствами оплатили деньги для того, чтобы навести порядок и, скажем, держать в порядке воду. Мы даже к милицу не прощаем. Это сегодня практически нулевой вариант. Я не знаю, сколько это будет продолжаться, но надо как... С моей стороны, я написал письмо в руку Фонидзе о том, что просим вас рассмотреть в ближайшее время вопросы назначения и, скажем, формирование и Южного, в том числе и комитарного отдела полиции. Это единственное, что, скажем, мы можем сделать со своей стороны. Это информировать и просить, чтобы назначить людей. Тем не менее, принимаются решения не нами, а принимаются... А может мы... Уважаемый тело, а может мы в сессии, обратившись в начальник УГД области, напишем о той ситуации, которая сложилась в городе. Сколько у нас сегодня штат, сколько полиции работает, сколько нет начальника полиции, что это город курортный, что здесь десятки тысяч людей нас отдыхает. И без милиции, без полиции это непорядок. Ну, я не знаю, знаете, знаете, знаете. Не возвращай. И мы отработаем, ничего он не знает. Для этого будет... Давайте мы отработаем, да, и с вашим... Мы подготовим проект... Не, они... Мы сейчас с вами выдаёте добро, мы его отработаем там, на перекранице... Продолжение следует... Продолжение следует...